Сегодня волонтеры добровольческого отряда МОСТ вместе со специалистами отдела по делам молодежи провели в нашем городе памятную акцию блокадный хлеб. Ребята раздавали прохожим порции хлеба ровно по 125 граммов. Во времена блокады Ленинграда это все, на что могли рассчитывать его жители. Репортаж Максима Швеца. В окружении немцев Ленинград находился с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. К началу блокады в городе было недостаточное количество запасов продовольствия и топлива. К примеру, суточная норма хлеба на одного человека составляла 125 граммов. Для тех, кто трудился на заводах – 250. Это привело к скачку смертности. Только за один месяц погибало от голода более 50 тысяч человек. Волонтеры добровольческого отряда МОСТ раздавали горожанам по 125 граммов черного хлеба. В память о тех, кто умер голодной смертью и о тех, кому все же удалось пережить те страшные 900 дней блокады. Мы раздаем прохожим кусочки хлеба и напоминаем, что 72 года назад была блокада Ленинграда, она закончилась. И мы почтим память этим людям, которые отдали за нас свою жизнь. Ни один из прохожих, узнав о сегодняшней дате, не смог пройти мимо волонтеров. Взяв кусочек такого бесценного в блокадном Ленинграде хлеба, вспоминал прошлую и далекую историю Великой Отечественной войны. Как в нашем народе всегда говорили, что хлеб всему голова. Поэтому раньше хлеб достался с трудом народу. И там не то, что сегодня я купил хлеб, он настоящий. А тогда и пилки добавляли, всякую, чтобы можно было накормить народ. Это еще от моей бабушки. Она в свое время даже крошки со стола собирала, потому что не выкидывала ничего, сухари. Хлеб оставался, сухари она складывала, все сушила. Это сейчас уже люди достаточно большой объем. У нас товаров, хлеб различный идет, там всякие разные люди как бы не задумываются об этом. Конечно, сложно было. Конечно, было сложно. Потому что война была так, знаете, как было трудно. Голод был. Есть хотели. Конечно, трудно было. Правда, что даже крошки со стола все до единой подбирали? Да, конечно. Что говорить? Все подбирали. Да, что было? Картошку чистили, у спайки ели. Если была картошка. Ситуация с обеспечением города продовольствием оставалась сложной вплоть до прорыва блокады. Снабжение продуктами питания Ленинграда улучшилось, но термин «блокадный хлеб» навечно вошел в историю нашей страны. Помнят о нем и сегодня, разрезая булку хлеба на те самые кусочки в 125 граммов. Максим Швецкий, Рилл Сементьеев, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Программа «Время местное»